В Алматы состоялся 4-й международный фестиваль танца «Балет-глоб». Его открыли постановкой «Лебединое озеро» в Национальном театре оперы и балета имени Абая. Главные партии исполнили звезды Большого театра России Алена Ковалева и Денис Розькин. Культурное событие посвящено величайшей балерине прошлого столетия Майе Плесецкой. Подробнее расскажет наш культурный обозреватель Айен Рафин Рикпаева. Паковники балетного искусства в предвкушении. Через несколько минут для поклонников классики прозвучит музыка Чайковского в сопровождении оркестра. А под мелодию станцуют талантливые артисты Большого мира балета. Это, наверное, какой-то канон классики, который необходимо знать каждому. И я уверена, что каждый мечтает попасть на такой спектакль. Сама музыка Чайковского, конечно, очень нас впечатляет, вдохновляет. Прелесть. Ждем, ждем, ждем. Решили с подругой. Прийти давно ждали. Куптин Купкина Армана Булган. Я впервые смотрю эту постановку. Это было моей давней мечтой. Она сбылась. Я очень счастлива. Главную партию «Танец принца Зигфрида» сыграл артист Большого театра Денис Роткин. Зрителей впечатлила высота прыжка и отточенность движений. А вот выход девушки-лебеди Алены Ковалевой сидящие ждали долго. И вот, наконец, балерина появилась в белой, как снег пачке, и лебединым оперении. Артистка будто уплывала в голубом озере, магическим образом увлекаясь за собой. Девушку-лебедя Адетту еще в 50-х исполняла звезда советского балета Майя Плесецкая. Эту роль артистка играла больше 30 лет, не меньше 800 раз. Танец Плесецкой буквально гипнотизировал зрителей. У артистки руки пели, как бы передавая зыбь воды и свободный полет лебединых крыльев. Известные балерине и посвятили очередной международный фестиваль танца. Алматы – это культурный город, и посвятить фестиваль легендарной личности – это в дань уважения. Это говорит о нашем высоком понимании именно творчества. В декабре организаторы планируют подарить алматинцам еще одно праздничное настроение. Это любимые постановки Кармен Сиита и Шелкунчик, которые ценители искусства ждут каждый год. Субтитры создавал DimaTorzok